Христос Воскресе! 19 мая православный мир вспоминал перенесение мощей святого Саввы Сербского. Статья «Светочи Сербии светят и нам» знакомит читателей со святителем Саввой и его отцом преподобным Симеоном Мироточивым, основателями монастыря Хиландар. Продолжает выпуск «Большой интервью» епископа Балаковского и Николаевского Варфоломея. До Хиротониева епископа владыка Варфоломей более 20 лет своей жизни отдал служению в Саратовской православной духовной семинарии, сначала в качестве преподавателя, затем первого проректора духовной школы. В материале «Епископ-хранитель чистоты веры» архипастор рассказывает читателям газеты о своем детстве, юности, годах учебы, о пути к монашеству и о новом поприще служения. 4 мая указом митрополита Саратовского и Вольского Игнатия был образован Церковно-общественный совет Саратовской епархии по развитию церковного пения и хоровых коллективов. Для чего был он создан? Какие были к этому предпосылки? Кто вошел в совет и какие задачи предстоит решить? Об этом поведал председатель совета, директор архиерейского мужского хора в Саратовской митрополии, отец Иоанн Козлов. Пасха – это особый, главный праздник. По слову святителя Григория Богослова, праздник праздников, который длится не одну только пасхальную ночь, а празднуется церковью 40 дней. Люди же, познавшие Бога, живут с ощущением этого торжества торжеств всю свою жизнь. В материале «Пасхальная радость. Беспредельно» собраны высказывания о Пасхе святых и подвижников веры, тех, кто опытным путем познал пасхальную радость, живя обычной земной жизнью с ее скорбями и заботами. Святые испытывали это сокровенное чувство вне зависимости от внешних обстоятельств, потому что все они меркнут перед зданием сердца, что Христос воскрес. Завершает номер рецензия на кинофильм «Новости со всех концов света». Картина рассказывает о непростой судьбе бывшего военного, встретившего на своем пути брошенного ребенка. Это увлекательная история, в которой судьбоносный выбор человека переплетается с опасным путешествием. Газета «Православная вера» распространяется по подписке и в храмах Саратовской епархии. Подписной индекс ПА-004. Представляю вашему вниманию газету пушкинского благочиния «Православная Пушкина». И вот темы свежего пасхального выпуска. Одной из распространенных пасхальных традиций являются крашеные яйца. Они символизируют гроб Господень, в котором скрыта вечная жизнь. Пасхальные яйца разделяют на несколько видов – крашенки, писанки, крапанки и другие. Более подробно о каждом их виде, а также о традиции дарить яйца друг другу в день воскресения Христова, рассказывается в материале «От писанки до фаберже». Одним из главных событий священной истории стало Вознесение Господня. После Вознесения видимое земное присутствие Иисуса Христа сменилось его невидимым пребыванием в Церкви. О празднике Вознесения Господня, о его глубоком духовном смысле и значении читайте на шестой полосе. На следующей странице газеты вы найдете изречение святых о воскресении Христовом. О том, что празднует Церковь после Светлой Седмицы, можно узнать в рубрике «Праздник». О событиях и мероприятиях, прошедших в Пушкинском благочинии, рассказывается на последней полосе. Читайте газету «Православная Пушкина» на сайте pushkinodefis.ru. Вышел из печати новый майский номер православной газеты. Открывает выпуск слово святейшего патриарха Кирилла, посвященное святому праведному Симеону Верхотурскому, память которого православный мир отмечает 25 мая. В рубрике «Первосветитель» публикуется репортаж о богослужении в Патриаршем соборе в честь воскресения Христова, которое возглавил патриарх Кирилл накануне 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Здесь же приводится проповедь предстоятеля, произнесенная им на Божественной Литургии. В Екатеринбурге в культурно-просветительском центре «Царский» проходит выставка, посвященная истории императорского православного палестинского общества. Подробно об экспозиции и представленных на ней работах рассказывается в материале «Выставка». В разделе «Читаем добротолюбие» вас ждут душеполезные размышления отца Константина Карипанова. Накануне Дня Победы митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений совершил Божественную Литургию с участием военнослужащих в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга. Фоторепортаж этого дня публикуется на 24-й и 25-й полосах. Что такое духовная радость и как ее достичь? Об этом и не только размышляет в разделе «Беседы с батюшкой» Игумен Вениамин Райников. Слышит ли Господь молитву, совершенную в суете без стопроцентного внимания? Можно ли расписаться в ЗАГСе, а венчание в храме отложить и совершить его после совместного проживания в браке? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в беседе с архимандритом Милхиседеком Артюхиным. В рубрике «Социальное служение» читайте о том, как в Екатеринбургском театре эстрады отметили празднование 20-летия отдела социального служения Екатеринбургской епархии. В 2022 году впервые за три года на Пасху в Уральскую столицу напрямую со Святой Земли был принесен благодатный огонь. Делегация Екатеринбургской митрополии отправилась в Иерусалим и приняла участие в праздничной встрече благодатного огня. По словам участников, время, проведенное в Иерусалиме, оставило глубокий след в сердце и сознании каждого. Продолжение материала можно прочитать на 46-й полосе. Уважаемые телезрители, подписной индекс православной газеты ПП-805. Ознакомиться со всеми публикациями свежего номера вы можете и в электронном варианте на сайте, который сейчас представлен на экране. С вами была программа «Обзор прессы». Спасибо за внимание. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok